Друзья, всем привет! Ну что, сегодня у нас намечается интересное сравнение. Новенький Poco X3 собирается дать бой аппарату классом как бы чуть повыше. Модели Xiaomi Mi 10 Lite. Посмотрим, что из этого выйдет. И может быть и вправду, десятку от Xiaomi теперь покупать смысла нет. Будем разбираться. Как обычно, хочу сказать спасибо моим друзьям из магазина Цифрус за предоставленные на тест аппараты. Помимо Xiaomi, у них продаются гаджеты множества популярных брендов по адекватным ценам. Ссылка будет в описании. Переходите и выбирайте. Ну а нам пора начинать. Комплектация сравнима. Силиконовые чехлы, кабели Type-C и блоки питания. Правда на 33 ватта у Poco и на 22,5 у Mi 10 Lite. Внешне я бы сказал, что ситуация неоднозначная. Сзади мне больше нравится Mi 10 Lite. Более простой, лаконичный, образцом стиля конечно не назвать, но и отторжение дизайн не вызывает. Poco равнодушным вряд ли оставит. Кому-то даже понравится, но мне эти нагромождения геометрических фигур вокруг блока камер не очень близки. Рама и там и там пластиковая, как и спинка на Poco. А вот у Mi 10 Lite сзади стекло. Спереди же наоборот, Poco даже интереснее. Нижняя кромка чуть тоньше, чем у десятки. Сверху аккуратный вырез, тогда как у Mi 10 Lite капля по центру. Многих напрягающая. И там и там на экране наклеена пленка. В руке Mi 10 Lite однозначно лежит лучше. Из-за меньшей ширины и особенно толщины. 7,9 мм против 9,4 мм. Это реально ощущается. X3 может показаться чуть громоздким. Да и весит он на 25 граммов больше. По разъемам разницы нет. И там и там USB Type-C, ИК-порт и миниджек. Про светодиод уведомлений также ни там ни там не забыли. Плюс у Mi 10 Lite есть Always On дисплей. Даже динамический. Из MI 12. Чудо какой красивый. Тут без вопросов. Но он не горит постоянно. Ради экономии энергии. 10 секунд и гаснет. Что-то вроде Ambient Display у OnePlus. Но даже чуть хуже. При взятии в руки Always On не загорается. Что не очень удобно. В настройках можно включить активацию при взятии в руки. Но тогда будет зажигаться экран, а не Always On. В общем, тут диод конечно помогает. Можно и поэкономить батарею. Сканер отпечатка пальцев у 10 в экране. У Poco на боковой грани. Оба работают хорошо и от малейшего касания. Оба удобны, но на Poco чуть дольше ждешь активации дисплея. Хотя на Mi 10 Lite иногда долго срабатывает анимация. Так что можно сказать плюс-минус один уровень. Разблокировка по лицу стандартная. Ночью распознает более-менее нормально. Но не всегда. Звук. Тут Poco X3 уделал более дорогого собрата от Xiaomi. А все потому, что тут стерео. Да, не такое классное как на флагманах. Глубины может не хватать. Но благодаря объемному звучанию он выигрывает у Mi 10 Lite с одним динамиком. Хотя и последний в целом неплох. Довольно громкий. Также в отдельном обзоре на Poco забыл рассказать про вибрацию крышки. Если держать аппарат за углы, то она незаметна. Но обхватив его ладонью, вибрация при проигрывании музыки весьма ощутима. Предположу, что кому-то это понравится, а кому-то наоборот нет. В наушниках же все сравнимо и примерно на одном уровне. Никаких сюрпризов гаджеты не преподнесли. Сейчас продолжим, но перед этим немного полезной информации. У компании Яндекс появился новый продукт. Счет в плюсе. С его помощью вы сможете освоить новые способы накопления с инвестициями, похожими на банковские продукты. Доходность и условия известны заранее, а риски при этом низкие. Счет в плюсе – это удобный инструмент для начинающих и надежный инструмент вложения. Вам не нужно быть гуру инвестиций, чтобы получать от них стабильный доход. Причем с минимальными вложениями. Для начинающих сервис предлагает продукты, похожие на банковские вклады. Фонд ВТБ Ликвидность похож на накопительный счет с вложением от 1 рубля и ежедневным начислением доходности. Гособлигации разных сроков вложения – на срочные вклады. Но платить доход и возвращать вложения будет не банк, а Минфин РФ. Эти инструменты позволяют разобраться, как все работает, и заработать без стресса. Также сервис позволяет обменивать валюту по курсу биржи с небольшой комиссией, что часто получается выгоднее, чем в банках. После обмена можно хранить деньги на счете или перевести их банковским переводом в любой банк. А для тех, кто точно знает, во что вкладывать, на сервисе также представлены акции российских и иностранных компаний, корпоративные облигации и биржевые фонды. Получите стабильный источник дохода и управляйте своими инвестициями грамотно и эффективно вместе со счетом в плюсе. Больше подробностей вы найдете по ссылке в описании. Переходите, ну а мы идем дальше. Производительность. Тут Mi 10 Lite должен ответить, ведь железо он имеет помощнее. Snapdragon 765G против 732G. Графика Adreno 620 против 618. Правда, последняя разогнано чуть больше. А вот слот под карту памяти у Mi 10 Lite двойной против гибридного у Poco X3. Да и Poco имеет защиту от брызг IP53. О Mi 10 Lite подобной информации я не нашел. В бенчмарках Mi 10 Lite опережает оппонента. В Antutu он выбивает 315 тысяч против 280 у Poco. Больше, но разница невелика. А в стресс-тесте результат вообще почти идентичен и хорош у обоих. Даже нагрев батареи после 40 минут теста почти одинаковый. В играх Mi 10 Lite чуть лучше оппонента. Но честно говоря, снова не критический. Для сравнения, в тяжелый Shadowgun Legends на высокой графике мы увидим 45-50 фпс. У Poco же в районе 40, иногда чуть ниже. Я бы и там и там снизил настройки до средних, чтобы получить максимально стабильный фпс. Но на Mi 10 Lite в целом можно остаться и на высоких. В общем, разница есть, но на самом деле она не слишком велика. А вот с интерфейсом всё поинтереснее. Оба работают на MIUI 12, но X3 сверху имеет Poco-лаунчер. И скажу так, работает Poco быстрее и стабильнее. Они оба довольно шустрые и пользоваться ими комфортно. Но Mi 10 Lite дёргается чаще, микрофризов тут больше, потормаживания ощущаются более явно, особенно касаемо жестов сворачивания. Я бы сказал, что иногда они меня всё-таки напрягали. Не знаю, в оптимизации тут дело. Или Poco-лаунчер помогает. Тут попроще анимация. Но факт есть факт. В данный момент мне Poco X3 пользоваться чуть комфортнее. Немаловажную роль в этом играет и герцовка дисплея. У X3 это 120 Гц, против 60 у Mi 10 Lite. Правда, сам экран больше нравится на Mi 10. Всё-таки тут AMOLED, и он интереснее, касаемо качества картинки, углов обзора и отсутствия засветов. У Poco средняя по качеству IPS-матрица. Её фишкой является именно 100-герцовая развертка, плюс сенсор тут на 240 Гц. Минимальная яркость чуть ниже на Poco. 0,7 кандел против 1,1 у Mi 10 Lite. Максимальная предсказуемо выше на десятке. Но и Poco не пасует, особенно учитывая, что у него IPS-матрица. На солнце экран остаётся читаемым. Что касается ШИМ, то Mi 10 Lite выручает наличие DC Dimming. С ним показатели коэффициента пульсации не поднимаются выше 30%. Так что по поводу ШИМ можно не опасаться. Автономность. Батарея у Poco больше. 5160 мАч против 4160. Но тут IPS и 120 Гц. Так что на деле автономность должна быть близка. При замерах Poco всё-таки опережает оппонента. 6% против 7 за час просмотра YouTube на средней яркости. Полчаса игры в Shadowgun Legends. 11% против 14. В итоге Mi 10 Lite мне хватало в среднем на день при 5-7 часах работы дисплея. Если пользоваться очень активно, то высадите его к вечеру. Но свои 5-7 часов экрана он покажет. Poco X3 живёт примерно 7 часов работы дисплея. То есть автономность тут тоже не назвать крутой. Но в целом она достаточная. И чуть больше, чем у Mi 10 Lite. Плюс можно выключить 120 Гц. Хотя я и не вижу в этом смысла. Да и заряжаются аппараты быстро. Poco X3 до 65% за полчаса. И до 100% чуть более, чем за час. Mi 10 Lite немного позади. 51% за полчаса. И 89% за час. Что по камерам. У обоих по 4 модуля с двумя бесполезными. Основные на 48 у Mi 10 Lite. И на 64 у Poco. При хорошем освещении есть небольшая разница в цветопередаче. На Poco кадры теплее. Плюс тут чуть по другому работают алгоритмы. На Mi 10 Lite иногда больше шарпинга. Но и резкость выше. При контрсвете мне больше нравятся снимки с Poco X3. Они более яркие и интересные. Но если сделать кроп, десятка и тут выигрывает по детализации. Макро хорошее на обоих. Но и тут Mi 10 Lite чуть резче. При кропе это видно. Ширики простенькие. Автофокуса нет. Детализация посредственная. Но при хорошем освещении сделать интересные кадры вполне можно. Тут разницы в детализации нет. А вот преимущество Poco в работе со светом осталось. Сразу на нескольких кадрах видно, что Poco интереснее обрабатывает кадр. Снимки светлее, ярче и гораздо приятнее глазу. Это меня удивило. Фронталка у Poco на 20 мегапикселей против 16. По детализации разницы нет. Портретный режим также нравится у обоих. Но вот по цветам я снова за Poco. На Mi 10 Lite снимки и холодноватый, и темноватый. Портрет с основных камер не слишком удался обоим. Возможно дело в освещении. Но по деталям Poco выступил чуть лучше. Ночью скажу так. В целом смартфоны близки. Но при кропе все же Mi 10 Lite снова чуть детальнее. Не всегда вы увидите разницу. Особенно на экране смартфона. Но на ряде снимков Mi 10 Lite справился лучше. Более правильно отобразил цвета. Оставил чуть больше деталей на фото. В ночном режиме он также делает более натуральные кадры. На Poco они ярче, но более искусственные. Иногда это идет на пользу, иногда мешает. Видеосъемка не конек гаджетов от Xiaomi. В 4К у обоих максимум 30 фпс. Цифровой стаб есть. На Mi 10 Lite он получше, но картинка периодически подтормаживает. Я бы снимал в 1080p. Это тест записи видео Xiaomi Mi 10 Lite и Poco X3. Это тест записи видео Xiaomi Mi 10 Lite и Poco X3. Съемку веду в 4К 30 фпс. В 1080p 60 фпс на Poco есть стаб. В отличии от Mi 10 Lite. В общем, в каких-то моментах чуть лучше Mi 10 Lite. В частности, касаемо детализации. В каких-то Poco, но явного преимущества ни тот, ни другой не имеют. Если говорить о беспроводных интерфейсах, то оба хорошо ловят 4G+. Особенно Poco показал высокие результаты. Но и Mi 10 Lite проблем не имеет. Bluetooth 5.1 у X3 и 5.0 у 10 Lite. У обоих есть NFC для бесконтактной оплаты и нет беспроводной зарядки. Вибро приятное и там и там. И в целом сравнимо по качеству. Придраться не к чему. Радует, что ни у одного из них нет проблем с датчиком приближения. Микрофоны также адекватные. Собеседника слышно хорошо. Цены. В Китае Mi 10 Lite можно найти за 270 долларов. Это около 21 тысячи рублей. Poco X3 продается минимум за 230 баксов. Это примерно 18 тысяч. А вот в РФ пока цены равны. От 21,5 тысяч за 6,64. Все потому, что Poco это новинка и стоимость его завышена. Думаю, вскоре она должна скорректироваться в район 18-19 тысяч. Цену опустим. Хотя будем держать в уме, что Poco примерно на 3 тысячи дешевле. Тут чуть больше автономность. Выше герцовка дисплея. Стереозвук. Есть защита от влаги. Гибридный слот. Экран с дыркой, а не каплей. Минусы. Спорный дизайн. Толстоват и тяжеловат. IPS матрица и чуть ниже детализация фото. Mi 10 Lite теперь смотрится в линейке Xiaomi весьма странно. Он слишком во многом проигрывает Poco X3. Из плюсов лишь более компактный корпус со стеклянной спинкой. Более мощный процессор, который впрочем все равно не позволяет MIUI 12 работать без подергиваний. И AMOLED матрица. Но на 60 Гц. В общем, если бы я покупал один из них себе, я бы остановился на Poco X3. Это сейчас действительно топ аппарат за свои деньги. При этом Mi 10 Lite я на него конечно бы не менял. А вот покупая с ноля, остановился бы на Poco. Теперь я жду ваше мнение в комментариях. Какой смартфон вам понравился больше и почему? Можете также посмотреть сравнение OnePlus 8 Pro и Xiaomi Mi 10 Pro. Или тест Mi Note 10 Lite и Mi 10 Lite. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и до скорого!